Российские власти увеличат расходы на патриотическое воспитание граждан в 2024 году. Это следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета. В частности, в 2022 году на реализацию проекта было заложено почти 5 миллиардов рублей, а уже в 2024 — 45 миллиардов. Более всего из этих средств выделят движение первых — 7 миллиардов рублей. Они пойдут на мероприятие по вовлечению граждан и организации в систему патриотического воспитания детей и молодежи. Еще чуть меньше 10 миллиардов рублей планируется направить региональным отделением движения. На конкурс «Большая перемена» выделят более 1 миллиарда, а на юнармию — 270 миллионов. Все средства из проекта выделяются на воспитание и взаимодействие с детскими общественными объединениями, работу советников, директоров школ, на обеспечение школ государственными символами России и другие задачи. Наша съемочная группа выяснила, как относятся жители Твери к подобной инициативе, какие в этом видят плюсы и насколько активно такого рода задачи реализуются в школах. И вот что нам ответили. Я считаю, что патриотическое воспитание сейчас очень важно в данный момент, в данной ситуации. У нас школы все развиваются, очень даже неплохо. Насколько я смотрю, ученики стали желанием ходить в наши школы. Поэтому я считаю, что это очень важно. Наверное, обязательно участие детей в параде, хотя бы наблюдение. Кружки какие-то более для детей, чтобы школы делали для детей какие-то отдельные уроки, как классный час и о патриотизме. Да, и почаще. Мы же проходили эти предметы все, и историю, и что-то даже не задумывались. У нас, я не знаю, в нас сидел этот патриотизм в нашей стране. Вы знаете, я учитель школьный. И хочу сказать, что во всех школах у нас очень этому уделяется большое внимание. И встречи с ветеранами, и беседы, и фильмы, и стихи дети учат. И все эти работы ведется очень хорошо, поверьте мне. Эффективным было обучение именно истории России, истории Отечества. Конечно, нужно, может быть, добавить даже некоторые предметы, часы увеличить. Вот, конечно же, еще сейчас очень положительный момент, что вводится такой предмет в школе, как защита Родины, основы безопасности жизнедеятельности, начальная военная подготовка, которая также в советское время и интересом пользовалась, и необходимостью это было нужно. Вот, и поэтому, конечно же, это имеет большое значение для патриотического воспитания. В целом, жители поддержали идею увеличения бюджетов на программы и проекты, посвященные патриотическому воспитанию граждан. По их мнению, НАДО будет уделить обеспечению школ государственными символами России повсеместно. Более того, начинать работу НАДО из детских садов. Субтитры создавал DimaTorzok